Давайте мы продолжим эту тему. В материале мы услышали, что Украина сейчас в лидерах. Аэроразведка по использованию дронов. Один из представителей вооруженных сил Украины об этом сказал, что действительно эта война показала, что дроны очень важны. Александр Олесин, независимый военный аналитик, присоединяется к нашему эфиру. Снова рады вас видеть. Приветствуем, Александр. А давайте про это поговорим. Я себе собрала такую, знаете, хронологию, чтобы подтвердить слова и того, что говорил украинский. Военные о том, что дроны действительно именно в этой войне показали свою значительную работу и необходимости. И это прекрасно понимает Российская Федерация. 6 июля, 8 июня. Российская делегация вот так вот прилетает в Иран, осматривает дроны определенных типов. Об этом заявляет официально Пентагон. Благодаря спутниковым снимкам визит был засекречен, как и в первый раз, как и во второй. Лично Путин приезжал в Иран за моральной поддержкой и беспилотниками. Хочу от вас услышать по фактажу. Вот мы несколько раз сегодня уже говорили, что Российская Федерация проигрывает Украине войну дронов. И Пентагон озвучивает именно такую цитату. Что вы нам можете сказать, насколько Украина, я все-таки, мне больше нравится, Украина побеждает. Говорите. Украина побеждает благодаря дронам. Хотим слышать вашу аналитику. Я хочу сказать, что Украина выиграла ситуацию с этим видом военной техники еще до начала военной операции. Идеологически и технически. Идеологически почему? Потому что гораздо раньше, чем в Российской Федерации, вооруженные силы Украины оценили значение дронов в современном военном деле. И не только дронов гигантских, стратегических. Но самое главное, это маленькие дронов, мультикоптеров, которые должны быть на вооружении буквально каждого отделения, буквально каждой диверсионной разведной группы и каждого артиллерийского расчета. Как заявил в своей книге недавно экс-глава Генштаба России генерал армии Балуевский, дроны дали новое качество старой ствольной артиллерии. Благодаря дронам теперь старые пушки имеют такую же точность, как современное высокоточное оружие. И исследования в этой тематике в Украине велись гораздо более активно до этой операции. И много было центров, где изготавливались группами энтузиастов и на промышленной основе дроны. И поэтому начальный период военной операции в Украине однозначно, вооруженные силы Украины выиграли этот род ведения боевых действий, о чем признавали и российские высокопоставленные военачальники, чиновники и эксперты. Осознавая эту слабость свою, проигрывая в дронах, российская федерация пытается получить необходимое ей количество беспилотников в различных странах, которые известны своими успехами в изготовлении беспилотной авиации. Израиль закрыт, Америка закрыта, остаются только страны, которые лояльны к Российской Федерации. И прежде всего, как странно не оказалось, это Иран и Китай. Некоторую поддержку Российской Федерации в этом плане могут оказать такие бывшие республики Советского Союза, как Беларусь в частности и, как ни странно, Киргизстан, где в Киргизии построен завод по изготовлению дронов с помощью Китайской Народной Республики. Сейчас время, время, время играет время. Наладить производство Россия не может, поэтому она должна где-то купить. Алик, скажите, вот сейчас про Иран поговорим, но вот, а если мы говорим о том, что сейчас продолжают использовать, вы, возможно, меня исправите, потому что, ну, мы действительно для этого вашу экспертизу и приглашаем вас, чтобы вы озвучили. Насколько я понимаю, то, чем сейчас пользуются вооруженные силы Российской Федерации, это в основном Орлан-10, записанные камерой Орлан, насколько я вот нашла информацию, удары по украинской технике выкладывают именно пропагандистские каналы, то, что они сейчас используют. Но этот аппарат украинские вооруженные силы научились обезвреживать. Есть информация от американского специалиста по военным дронам, Сэмюэл Бендетт, он говорит, что Украина более 50 уже таких Орланов-10 сбила. А некоторые, кстати, сбили сами россияне. Ну, такое тоже возможно, насколько я понимаю, на поле болевых действий. Вот эти Орланы-10, их... Ну, я понимаю, что, наверное, нет четкой цифры, сколько имеет их Российская Федерация. Но если мы говорим про эти Орланы, насколько они уступают вообще вот и турецким, да, про которые мы говорим, и иранским? Они уступают технически или как они работают? Ну, все дело в том, что экспертиза западных аналитиков показывает, что Орлан, он где-то является предыдущим поколением. Это не новая разработка. Насколько я помню, это израильская лицензия. И это не самая новая техника, конечно. И производства их недостаточно. Недостаточно количества. Ну и, в общем, главный недостаток – это маленькая ударная нагрузка. То есть боеприпас там совсем смешной. Вот. И если для уничтожения отдельной цели, типа стрелковая ячейка, пулеметное гнездо, бронетранспортер еще годится, но для более серьезных целей слабоват. Главное, конечно, это использование в разведывательных целях. И украинские эксперты признают, как мы видели раньше, что российские дроны тоже наносят существенный ущерб. И, в общем, их применение растет. И вот закупаются точно так же гражданские дроны используются. Я бы даже сказал, что важнее, чем вот эти вот «Орланы», гораздо важнее для российской армии – это мультикоптеры маленькие, которые могут использоваться на передовой линии. Их дальность от 500 до километра, чтобы можно было следить за маневрами противника. И, в общем, чем больше таких будет дронов, тем успешнее будут вестись боевые действия. Что касается мер противодействия, то россияне сейчас стараются нарастить средства радиоэлектронной борьбы против дронов Украины. И, возможно, они обратятся за этим к Беларуси, где имеются огромные наработки в этом плане. Ну, в свою очередь, возвращаясь к теме Ирана, Российская Федерация заказала у Ирана около тысячи ударно-разведывательных беспилотников. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье. По его словам, страны заключили соглашение после того, как российские офицеры прошли тренировки на нескольких экземплярах, уже представленных Ираном. И также журналист говорит, что сейчас Россия вчистую проигрывает Украине так называемую битву беспилотников. Давайте услышим. Закупка беспилотников в России является важным показателем, подтверждающим качество развития иранской промышленности, которой удалось произвести самые совершенные беспилотники. В частности, такие, как «Шахид-129», которые могут летать более 24 часов. Именно это и привлекало Россию, особенно для использования в войне в Украине. Элайджа Магье – военный аналитик, журналист. Ну и также Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, сказал, что Российская Федерация уже использует в Украине боевые дроны. И по последней информации, Россия сейчас для своей армии получила 46 иранских дронов, которые уже работают. Давайте услышим. По некоторым данным, вроде как, уже отметили их применение. Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке. Но какую-то часть своей задачи она может решать, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи с самодельными захватами и бросанием гранат. Алексей Арестович – советник руководителя Офиса президента Украины. Эти два месседжа хочу объединить в один вопрос. Раньше, еще буквально несколько месяцев назад, военные эксперты в наших эфирах говорили, что эта война российско-украинская превращается в войну уже более дальнобойную, потому что речь идет о артиллерии, и также войну дронами, войну беспилотниками. Скажите, пожалуйста, чтобы Украина сейчас пошла на опережение, идет речь о большем количестве беспилотников, либо же какие-то более современные беспилотники, способные нести на себе более мощное вооружение по типу Байрактаров, либо же мощнее какие-то модели. Расскажите тут, пожалуйста. Ну, здесь, как мне представляется, есть два направления. Первое направление – это насыщение, массовое насыщение переднего края, бойцов переднего края, мультикоптерами и микродронами, которые могут носиться в рюкзаках каждого бойца и использоваться на передовой. Они очень быстро выходят из строя, потому что боевые действия ведутся очень интенсивно, применяются средства радиоэлектронной борьбы, они долго не живут. Поэтому постоянное пополнение их количества и оснащение более современными образцами, которые имеют большую длительность полета, устойчивость к противодействию радиоэлектронной борьбы. Это первое направление. Второе направление – это крупные, средние и крупные беспилотники, которые могут находиться полсуток, сутки в воздухе, которые могут применять высокоточное оружие с лазерным наведением, с телевизионным наведением и так далее, которые могут запускать свои боеприпасы вне зоны действия средств ПВО. То есть их дальность стрельбы может достигать десятков, а может даже и сотен километров. Вот эти тоже, как мне кажется, дроны, они будут играть одну из решающих ролей в будущих боевых действий. И, конечно, каждый из сторон будет стремиться нарастить количество вот таких беспилотников. Ну и очень важное, конечно, важное направление было уже отмечено. Это увеличение количества очень квалифицированных операторов. Операторов, которые могли бы во всех условиях, в условиях радиоэлектронного противодействия пользоваться беспилотными летательными аппаратами. Потому что это очень сложное дело. Необходимо иметь очень отточенный навык и психологическую устойчивость. Давайте мы продолжим. Я так понимаю, вы говорите о дронах, которые называются «Грей Игл». Украина запрашивала у США, чтобы такие дроны поступили. Их еще называют, насколько я понимаю, дронами, фактически суицидниками, потому что они работают фактически там до первого запуска. Но мы хотим успеть... По типу свитча, которая предоставила. Мы хотим успеть вам еще одну тему обсудить. А у нас пять минут, поэтому господин Олесин, сейчас мы продолжим. Да, вот очень интересная информация. Российские телеграм-каналы сообщают, что вооруженные силы Украины ударили по штабу частной военной компании «Вагнер» в оккупированном населенном пункте Попасной Луганской области. Фото соответствующее опубликовали. И тут почему я акцентирую внимание и хочу связать этот вопрос именно с беспилотниками. Идет ли речь о том, что как раз благодаря беспилотникам, армии дронов, можно и есть возможность наносить точные удары по типу, как нанесли вооруженные силы Украины удар по Попасной, а именно по базе ЧВК «Вагнера»? Все дело в том, что Украина имеет еще одно важное преимущество. Вместе в связке с дронами работает спутниковая группировка разведки Соединенных Штатов Америки и ряда других стран. Для того, чтобы точно направить дрон, как раз необходимы данные оптической спутниковой разведки. Дрон не имеет такое большое поле зрения, как спутник. Спутник охватывает значительный кусок театра военных действий, позволяет вычислить, идентифицировать важные цели, определить их координаты и уже на это точное место конкретно направить ударный дрон или дрон «Камикадзе». Если мы говорим об этой ситуации, которую сейчас мой коллега вам озвучил, и действительно, радио «Свобода» эту информацию подтверждает, но засветил адрес и штаб Вагнеров Попасной, но это же засветил военкор фактически, и российские каналы это подтверждают, что благодаря этой фотографии, которая была сделана, там и адрес фактически высветился, и все. Ну то есть мы понимаем, что это, скажем так, тоже ошибка, которая была сделана, привела к тому, что происходит. Но если мы говорим, вы знаете об этой информации? Вы смотрели о том, что произошло в Попасной с этим штабом? Да, я это видел в западных источниках. Российского подтверждения я не видел, но в западных источниках читал. Виталий, а что пишут, как комментируют, какой анализ дают этой ситуации? Ну, все дело в том, что, очевидно, Запад будет наращивать поставки дронов, они будут наращивать эффективность. И, значит, считается, что Соединенные Штаты Америки нарастят поставки ударных дронов, более крупных, более эффективных. Точно так же поставок их можно ожидать и с Польши. Я думаю, что, учитывая, что это дешевые эффективные средства относительно, допустим, систем Хаймерс и ствольной артиллерии, очевидно, что будет наращиваться объем поставок этих систем поражения. И еще одно уточнение. Скажите, пожалуйста, вот в силу того, что официальный Генштаб Вооруженных сил Украины, это на завершение тема Попасной, просто очень щепетильная тема, хочется еще момент у вас узнать. Подтверждения нет, но удар произведен, и вот уже мы сейчас листаем, уже и Радио Свобода публикуют первые фотографии, уже даже сделали анализ того, как российский военкор это все, грубо говоря, слил всю эту информацию. Скажите, пожалуйста, насколько важны вообще в информационном пространстве не только дроны, а и анализ фотографий, насколько они сейчас могут помогать украинской армии наносить точные удары? У вас буквально 40 секунд, пожалуйста. Значит, все дело в том, что используется сейчас мощность интернета, и западные страны буквально сканируют интернет, и при помощи вычислительной техники мощной используют найденную там информацию для конкретного цели указания. Это касается и текстовой информации, и снимков, и снимков спутниковых, и снимков с дронов, и просто снимков рядовых граждан или тех же самых журналистов. Благодарим вас, но на самом деле военкор вот этот Сергей Среда, он уже удалил свой пост о посещении штаба, там действительно засветил и адрес даже, но действительно уже поздно, как говорят, скрины не горят. Мы вас благодарим, Александр Олесин, независимый военный аналитик, был с нами на связи, всегда вам благодарны, рады будем вас слышать и готовы будем услышать еще экспертизу о том, что сейчас происходит, о ситуации военной на фронте.